Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале свежих обзоров на всё, что появляется в игре. И в этом коротком видео обсудим с вами, а сделаем абсолютно честный обзор на AMX M4 49. Что собой тачка представляет? Да, в целом особо ничего, потому что это довольно-таки морально устаревшая машина, древняя такая же, как сам Blitz, но в то же время до сих пор во многих вещах играбельная. Да, она не принесёт вам каких-то новых ощущений от боёв, это просто неплохо сбалансированный тяжёлый танк. По бронированию обсудим чуть позже, по подвижности 40 вперёд 15 назад, что в целом для тяжёлого танка 8 уровня вполне себе приемлемый показатель. Ну а по орудию больше всего меня всегда смущало время сведения. В оборудовании два слота посвящено улучшению данного показателя и всё равно составляет 3,9, а во всём остальном довольно-таки неплохо. 0,339 по разбросу, 2247 единиц реализуемого ДПМа, потому что броня какая-никакая есть, да и есть хорошая скорострельность в 8,3 секунды. Хорошая КД с хорошим уровнем пробития в 232 единицы на базовом снаряде и 310 единиц урона за один выстрел. В общем, не альфач, не ДПМщик, а просто неплохо сбалансированная тачка. При этом всём, обратите внимание на угол склонения орудия вниз, целых минус 10. Да, есть некоторые ложки дёгтя в этой не сильно большой, но всё-таки бочке мёда, хотя по размерам довольно-таки немаленький. И одна из ложек дёгтя, о которых я говорю, это бронирование в отношении кепки. Вот её все действительно любят. Комбашня здесь просто огромная, и как бы ты не отыгрывал от башни где-то там на неровностях, всё равно эту комбашню пробивать будут. Она видна вполне спокойно на разных расстояниях абсолютно, но и выцеливать не сильно сложно. Во всём остальном тачка салба довольно неплохая. Хорошо расположенный нижний бронелист, который находится под очень большим углом и практически под всем корпусом. Верхний бронелист здесь ещё и укреплённый. 175 мм в прямой проекции брони, ну а с приведёнкой в прямой проекции корпуса 235 мм. Плюс вот эти щёчки имеют неплохую броню, приведённую в 320 мм. Да, когда играете ромбом, а ромбом на этой машине не стоит играть, то здесь немножко оголяется серая зона для голдовых снарядов, а порой и для обычных базовых снарядов, в зависимости от того, кто на вас сводиться будет. При этом всё в башне. Здесь классная приведёнка по щекам башни. 380 мм с приведёнкой, хорошо забронированный шарф, который имеет здесь 250 мм в прямой проекции, а плюс ещё приведённая броня. Ну и вокруг маски орудия, тоже классно забронированная полностью лобовая часть по башням. Короче говоря, по броне играется довольно неплохо, если привыкнуть и понять, как на данной машине отыгрывать. В общем, в целом, как я уже сказал, машина далеко не самая яркая на своём уровне, но если вы в поисках спокойной играбельной тачки, то в целом АМХ может оправдать ваши ожидания. Ну что, ребят, поехали посмотрим, на что он реально способен. Ну что ж, друзья, давайте будем начинать. Сейчас посмотрим, кто куда поедет. От Экшен Икса, в принципе, ожидаемо. Ему гораздо удобнее поехать вместе с СТшками, потому что там действительно есть чем заняться. Хотя СТшек в нашей команде нет, я имел в виду направление СТ. ПТ-хи пытаются друг друга подсаживать. В общем, я так понимаю, сейчас будет такое себе полустоялого. Ну ладно, давайте приобщаться к прекрасному. Начинаем, как обычно, с подвижности. Едет неплохо, как я уже сказал. Звёзд с неба не срывает. 40 км максималка вперёд, 15 назад. И в целом этого достаточно для того, чтобы перекатываться по карте и занимать нужные позиции. В отношении сведения говорил изначально, что данный показатель меня всегда смущал. Как его не улучшай, всё равно постоянно не хватает. Во всём отношении к этому орудию, могу сказать... Скажем так, во всём моём позитивном отношении к этому орудию, всё-таки негативные моменты в этом орудии присутствуют. Я не могу сказать, что орудие прям действительно очень точное, хотя в целом отыгрывается довольно неплохо. Запомните время упреждения, точнее прочувствуете его, привыкните ко времени сведения, остановите себя на мысли, что данный танк предназначен для холодной, я бы сказал, не так, не холодной, спокойной, хладнокровной игры, и тогда в целом вы будете получать удовольствие от игры на данном танке. Если вы жаждете какого-то адреналинового геймплея, то тогда эта машина вам однозначно не подойдёт, потому что она не способна дарить адреналин в том смысле, в котором может подарить, допустим, тот же самый экшен-икс. Ну или, я не знаю, Т-77. Эта тачка предназначена для умиротворённой игры. Игры на спокойнике. И вот тогда, когда мне хочется расслабиться, тогда, когда мне не хочется никуда торопиться, не хочется никуда бежать, не хочется участвовать в боях в самой гуще событий, я беру данную тачку и вполне спокойно захожу в бои для того, чтобы в них расслабиться. Вот эти чувства, а точнее ощущения, данная машина действительно может вам подарить. Вам есть необходимость перекатиться поближе, вы вполне спокойно едете вперёд со скоростью 40 км в час. Вы хотите откатиться назад со скоростью 15 км в час, вы туда откатываетесь. При этом всё, вы готовы принимать непробитие со лба. И на это всё ещё наденьте довольно неплохой ДПМ. Да, пускай не блистающий, но он присутствует. И всё благодаря тому, что времени вашей перезарядки более чем достаточно для того, чтобы гасить ваших соперников. Не то, чтобы один за другим, но в целом, с тройкой другой соперников в некоторых боях вы справиться сможете абсолютно спокойно. Сейчас подождём небольшого подсвета от кого-нибудь. Если нет, тогда поедем светить себе самостоятельно. Ну вот нормально, подсветили. Ушёл, ушёл. Скорость полёта снаряда, кстати, ребят, вернусь ещё раз, действительно не идеальная. То есть вот эту вот долю секунды, пока снаряд летит, вам необходимо будет прочувствовать, и я бы сказал, на каком-то подсознательном уровне, держать её не то, чтобы в уме, а исключительно под пальцем. А на средних и коротких расстояниях играется очень комфортно, вполне спокойно, даже особо не сводясь. Вы можете выцеливать ваших соперников, пробивать их по одной простой причине, потому что здесь уровень пробития в 130 мм, грубо говоря, более чем достаточен на базовом снаряде для того, чтобы бороться с любыми соперниками. Ну а если вдруг не хватает, то у вас есть подкалиберные снаряды. Многие подкалиберы не любят. Мне лично нравится. Хороший уровень пробития, с небольшой потерей по Альфе, сейчас накидываю 324 единицы, несмотря на то, что средняк 310. В целом, ребят, тачка, я бы не сказал, что имба, но годная. Она просто не настолько фановая в отношении, как я уже говорил, адреналина, как многие другие современные танки. Если вы к этому готовы, если вы не жаждете, как я говорил, вот такой вот азартной игры, а хотите себе просто результативную машину, на которой будете отыгрывать спокойно, то в целом АМХ явно, как я уже говорил, оправдает ваши ожидания. Я сейчас, если повезет, сделаю третий фраг. Для этого даже используем адреналин. Эх, блин! Ну как ты так? Как ты так меня обыграл? Ладно, отдадим, отдадим этот фраг союзнику. Он тоже, в принципе, достоин его забрать. Четвертый, кстати, делает. Я не обратил внимания, так бы сам ему отдал и даже не пытался добирать. Ну, просто для того, чтобы человек, возможно, получил знак классности мастера, если он на него накосил. А теперь давайте посмотрим на мои результаты в этом бою. 3867 единиц. Знак классности второй степени. Два уничтоженных соперника. Что у нас по фарму серебра? Довольно-таки все неплохо. Да, это не самый дикий фармер на восьмом уровне, но фармить на нем можно абсолютно спокойно. 81500 серебра, если не считать прем-аккаунт. С прем-аккаунтом 114000. Ну окей, 113 неправильно округлил. В целом, я считаю, что довольно-таки достойные результаты. Ну и в разрезе своей команды я занимаю первое место просто с диким отрывом, что говорит о том, что машина даже в руках среднестатистического танкиста, коим я являюсь, я не киберспортсмен, я не супернагибатор, я не мега-статист, я просто обычный танкист, такой же, как и большинство из вас. И даже в моих руках машина вполне спокойно дает довольно неплохие результаты по настрелу и фарму серы. Вот такой вот он, устаревший морально АМХ, но устаревший не настолько, чтобы быть негодным, ну и, соответственно, не быть достойным стоять в вашем ангаре. Покупать вам эту танку или не покупать, определяйтесь самостоятельно. Мое дело показать танк таким, какой он есть на сегодняшний день, на самом деле, ничего не приукрашая. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok